Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 17 сентября 2014 года, полтора месяца как я нахожусь в Анапе. Ну, хотел бы сегодня подвести некоторый итог моего пребывания в этом городе. Ну, что сказать? Наверное, вам интересно, как я устроился, как вообще здесь жизнь. Ну, вот попытаюсь обсказать коротко, так скажем, свои впечатления. Ну, живем мы в двухкомнатной квартире, практически в центре Анапы. Вот я сегодня, допустим, ходил в поликлинику. Поликлиника находится рядом. Утром вышел, сел на девятый маршрутке и доехал до нее. А обратно поехал, потому что торопился не опоздать. Я опоздал, в общем-то, на две минуты, но, в общем-то, меня терапевт принял. В поликлинике, значит, я провел там время, все, что нужно, сделал. Врачей посетил, талончики взял. Вот, кстати, никаких проблем не было с записью, так скажем, к врачам. У нас в чте, допустим, аллерголога, я вообще только знал, что такой врач есть, но пробиться к нему было невозможно. Также невролог. Вот, сегодня я к этим врачам, мне одного назначили на 15 сегодня. Я говорю, нет, 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 мне не срочно, давайте вот на конец сентября. И мне оба талона дали на 29-е, к неврологу и к аллергологу. Вот, ну, после поликлиники пошел на пикет, меня казаки, кстати, опять же, свободно пришел и, так скажем, записался, написал прошение о приеме в Кубанское войско. Меня тут прекрасно приняли, у меня уже появились свои знакомые. Я надеюсь, что они станут моими приятелями, друзьями в скором времени. Вот, я уже заказал форму, брюки, ну, за фуражкой, наверное, и за курткой, как ее тут называют. Колчаковка, ой, не Колчаковка, Корниловка. Вот, за Корниловкой поеду в Краснодар, там же погоны, наверное, куплю. Вот, ну, и пока еще не знаю, когда поеду. Вот, так сегодня вот казаки меня пригласили на пикет. Возле городского суда, там, значит, какое-то в суде слушание было, касаемое, видимо, казаков. Ну, я подробностей не знаю, ну, позвонили, начальник штаба Варваровского хутора позвонил, сказал быть. Вот, я когда из поликлиники выходил, там нужно было копии сделать с полиса. Вот, я видел, как казаки подтягиваются к городскому суду. Суд недалеко находится от поликлиники. Вот, ну, а когда закончил свои дела в поликлинике, я пошел в городской суд, но там уже никого не было. Я зашел в фойе, смотрю, ну, ни одного казака. Вот, позвонил начальнику штаба, сказал, что, видимо, уже все закончилось. Ну, он тоже так подтвердил, наверное, да, говорит. Скорее всего, дело не состоялось. Вот, ну, а там среди деревьев, смотрю, буквально, вот, недалеко от сюда виднеется надпись «Морской порт». Море синеет. Ну, думаю, пойду, посмотрю на море. А что делать? Ну, сразу домой идти не хотелось. Пошел на набережную, постоял, подышал, послушал чаек. На море полюбовался народу, немного было, ну, хотя люди, в общем-то, ходят, отдыхающие, и, ну, было, так скажем, сколько времени? Было около 11 где-то, 12-й час. Вот, только еще расставляли какие-то палатки, столы, художники пришли там людей рисовать. Ну, я так вот походил по набережной, потом пошел через парк по направлению домой, к фонтанам, через городскую администрацию. Вот, видел там павлинов, ну, вечером и днем фотографируют людей с павлинами, якобы там вот такое царское ложе, тут у тебя павлины, вот. А я этих павлинов видел, их привезли только в таких деревянных ящиках. Хотел сфотографировать, но неохота было фотоаппарат доставать. Вот, павлины такие два сидят, один белый, другой, вот, как говорится, серый. Головы только торчат, и хвосты из ящиков. Интересно. Вот, ну, что еще? Навел я мосты, ну, еще не со всеми психологами, так как, но, по крайней мере, одного психолога я нашел. И цель-то моя была записаться в какую-то группу общения и развития, вот. А, ну, в принципе, я и попал. Вот, интересный попался человек, психолог по имени Оливер Иванович. Вот, он меня познакомил еще с некоторыми ребятами, с Кириллом, православным молодым человеком, Романом, который учится в семинарии и которого называют богослов, с Алексеем, который, так скажем, сказал, что он состоит в клубе любителей Варваровского пляжа. Кстати, вот в Варваровку я еще хочу на пляж съездить. Вот, познакомился со священником, отец Алексей в Варваровке. Ну, вообще, Варваровка очень такое место хорошее, недалеко от Анапы, в пяти километрах находится, прекрасный храм. Вот, в воскресенье я там встретил как раз Оливера Ивановича, который живет в Варваровке, побывал дома у него в гостях, поел хлеба настоящего, бездрожжевого, который дедовским способом выпекает его брат, познакомился с его мамой. Вот, ну, в общем, как-то завязались и знакомства. Она по город маленький. Вот вчера, допустим, пошел куда-то там, да, смотрю, знакомый человек идет навстречу. Ну, лицо знакомое. В Чите бы я там растерялся, где я его видел, то ли, может быть, в тюрьме, может быть, в Уфсине, еще где-то. Вот, а здесь-то народу мало, поэтому я быстро сейчас определяюсь. Вспомню, что это водитель с Мерседеса, с грузового, который подвез мне вещи домой. Вот. Вещи пришли. То есть сейчас мы вот здесь живем, уже никакой разницы с Читой не ощущаем, потому что наши кастрюли, наши вилки, наши ложки, наши книги. И прочее, прочее. Ну, многое, конечно, мы оставили в Чите, но здесь мы без труда все купили. Купили, допустим, нам нужен был диван, нужен был кровать, нужна была. Вот. Конечно, тут магазины рядом находятся все. Тут мебельных как раз магазинов рядом с нами, ну, сразу несколько штук. Вот четыре, четыре крупных мебельных магазина вот в шаговой доступности. Вот. А мы пятый нашли магазин. Маленький такой, скромный, но с 30-летней историей, который, в общем, продает краснодарскую мебель. Вот. Купили там кровать за 10 тысяч. Вот. Хотя, конечно, кровать, и самый такой вариант мы за 15 находили в магазине. Вот. Ну, и за 10 нашли. То есть, в принципе, в Анапе можно все купить, если хорошо знать, где продается. Дешево и, как говорится, сердито. Вот мебель мы нашли, и теперь в этом магазине будем брать там, ну, комод будем брать, прихожую будем брать, кухонный стол будем брать, стулья будем брать. Это все еще нужно. Сейчас это все у нас есть, но это досталось от бывших хозяев. Вот, может быть, кухонный гарнитур тоже купим. Ну, сейчас, в общем-то, это не горит. Это не горит, и поэтому мы вполне себя комфортно чувствуем, ко всему привыкли. Погода стоит хорошая, солнечная. Утром, правда, вот сегодня 17 сентября, утром уже прохладно, я так пиджачок надел. Вот. Но, в принципе, люди все, потому что днем-то тут 25, и, наверное, даже больше. Вот, поэтому люди, кто, как говорится, знает вот это вот, ну, сразу идут там в рубашках с коротким рукавом, в футболках. Вот, ну, я не люблю мерзнуть, поэтому я утром надел пиджак, и мне было нормально. Хотя вот я в 11 часов уже пошел на набережную, и, конечно, надо было этот пиджак снять. Но я в пиджаке так и пробыл, в общем-то, ничего страшного. Ветерок такой дует, поэтому очень хорошо обдувает. Вот. Когда шел вот через вот этот парк 30-летия Победы к администрации, к улице Крымской, чтобы домой уже, как говорится, прямой путь выйти, на финишную прямую. Ну, такая красота. Газончики зелененькие, подстриженные. Лавочки все, значит, стоят целенькие, новенькие, блестящие. Людей сейчас мало. Отдыхающие, конечно, есть, и порой так еще видишь, там где-то вот в районе улицы, там, Гребенской, которая на пляж ведет, там люди идут, там у них там какие-то надувные матрасы, там в виде крокодила. Значит, естественно, там шляпы, шорты, лежаки. И вот, ну, в принципе, в общем-то, уже сезон, сезон закончился. Продолжаю рассказ. Значит, Валю устроили в школу без всяких проблем. Школа здесь у нас рядом, пятая. Замечательная школа, учится 4450 школьников. Вот, 27 человек с Украины беженцев учатся, детей. Вот, Машу записали без проблем, без всяких. В школу искусств номер один. Она у нас занимается там хореографией. И на вокально-хоровом отделении будет заниматься, ну, уже занимается, фортепиано. В подготовительном классе. Вот. Все это очень... Тоже находится рядом. Преподаватели хорошие, добрые. Вообще люди хорошие. Я вот ходил, сейчас вот сталкивался в последние дни сегодня, вчера с работниками поликлиник, стоматологической, городской. Везде хорошие отношения, доброжелательные люди очень. Кубаноидов, вот, про которых там говорят, да, и о которых существует миф, я не встречал. Вот. Не встречал. Может быть, мне это везет, может быть, еще что-то. Но вот меня, по крайней мере, здесь окружают. Я встречаюсь с очень добрыми, интересными, доброжелательными, отзывчивыми о ценах. Цены нас тут вполне устраивают во всем. Про цены на, так скажем, мебель и какие-то промышленные товары я сказал, что, конечно, где-то, если ты не знаешь, можно нарваться на что-то дорогое. Можно, допустим, вот, мочалка нам нужна была, простая мочалка. Вот, мочалка 150, там, 200 рублей, да, ну это куда ж, это же сумасшедшие цены. Вот, ну, а можно найти мочалку, если хорошо поискать. И тоже недалеко, в общем-то, это, там, и за 40, и за 20 рублей, вот, точно такую же. Не скажу, что там та какая-то за 150, супер, пупер мочалка. И так вот совсем. Чайник нужен, пожалуйста, чайник тебе и за 2000, и за 1000. Кто там? Свои. Свои, ну все. Пришли, пришли Наташа и Маша из поликлиники, и я заканчиваю свой рассказ, продолжу. Иди сюда, иди сюда ко мне. Очень страшно. Все, это все только для антуража, хотя вино тут натуральное, но... Сидит и фигит. Да. Это вот Маша пришла. Ой. Че, ну скажи пару слов людям. Я не хочу. В эфир. Скажи, всем привет из Анапы. Всем привет из Анапы. Все, заканчиваем сеанс. Нет, нашли орех. Давай. Это наш. Вот. Орех нашли вот такой вот. Валялся где-то или что? Валялся. Валялся просто. На территории кожного диспансера. Ну там все орехами засажено. Ну все. Как вы его увидели? Вот у нас валяются в чете орехи? Не валяются, тут валяются. Как вы пичите? Нет. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...